Битва при Гавгамеллах. Завоевание Междуречья и Восточного Ирана. Весной 331 года до н.э. македоняне вышли из Египта по Древнему пути через Палестину в Финикию и далее на Ефрат. Дарий не сделал попытки задержать продвижение войск Александра и помешать их переправе через Ефрат и Тигр. Лишь по ту сторону Тигра на территории Древней Осирии, около деревни Гавгамеллы, произошло новое столкновение противников. Битва при Гавгамеллах в сентябре 331 года до н.э. была одним из самых крупных сражений древности. Успешная атака превосходной среднеазиатской и индийской конницы на левый фланг македонских войск не смогла предотвратить поражение Дария. Центр персидской армии и на этот раз не выдержал удара геттеров и фаланги. Весь огромный лагерь персов с обозом, слонами, верблюдами, деньгами попал в руки победителя. Поражение было сокрушительное. Дарий бежал в Мидию, а потом в горные малонаселенные и труднодоступные местности на юг от Каспийского моря. Путь к столицам Вавилонии и Сузианы лежал перед македонянами открытым. С захватом казны Дария при Гавгамеллах и особенно сокровищ, хранившихся в Вавилоне и Сузах, денежные ресурсы Александра возросли в огромной мере. В Персиполе в отмщении за опустошение Греции во время похода к Серкса в 480 году до н.э. был сожжен великолепный дворец персидских царей. Из Персиполя македоняне двинулись через горные проходы в Мидию к ее столице Экбатанам. Там в связи с окончанием войны за отмщение элинов Александр отпустил на родину фессалийских всадников и других греческих союзников. Но участие в дальнейшем походе сулило огромные выгоды, и многие из греческих воинов остались на службе у Александра. Ближайшей его задачей было теперь преследование Дария. После поражения Дарий стал лишь помехой для правителей восточных областей, издавна слабо связанных с переднеазиатскими сатрапиями державы Ахименидов. Поэтому летом 332 года до н.э. они убили последнего Ахименида, а сами ушли дальше на восток. Вскоре после этого сатрап Бактрий Бес провозгласил себя великим царем, приняв имя Артаксеркса IV. Александр же объявил его узурпатором, считая себя отныне единственным законным преемником власти Ахименидов. Продолжая поход на восток, Александр с наиболее подвижными частями войска направился в Гирканию, куда отступили греческие наемники Дария. Наступление македонян заставило наемников прекратить сопротивление и сдаться. Политика Александра по отношению к ним меняется. Тех, кто служил персом до Каринфского конгресса, он отпустил на родину. Тех же, кто поступил к ним на службу позже, он включил в состав своей армии. Прежний контингент этой армии быстро таял в непрерывных боях, и необходимы были все новые и новые пополнения. Из Гиркании македонское войско двинулось в Парфию и Арею. Захватив главные центры, овладев колоссальными сокровищами, подчинив самую населенную, богатую и культурную часть персидского государства, греки и македоняне продолжали двигаться все дальше и дальше в пустынные или горестые места. Это завоевательное движение было обусловлено изменением общего политического положения, состава и характера армии. Успех похода на его первых этапах и, в частности, захват сокровищ персидского царя вызвали большой приток в македонскую армию не только новых воинов, но и всякого рода торговцев и дельцов. Все они жаждали новых завоеваний, добычи, земли. На сторону Александра перешли многие персидские сатрапы и другие представители иранской знати, сопровождавшими их воинскими отрядами. Александр уже завоевал западную часть территории державы Ахименидов и стремился к полному овладению ее наследием. Однако он не представлял себе ясно обширности оставшейся территории и всей трудности ее завоевания. Возможность дальнейшего наступления на восток зависела в значительной мере от положения на западе, в Элладе. К 331 году до н.э. главным центром антимакедонского движения была Спарта, царю которой Агису удалось привлечь на свою сторону некоторые другие государства Пелопонесса. Рост этого движения мог стать серьезной угрозой македонской гегемонии в Греции. Однако победа антипатра над союзниками под Мегалополем и смерть Агиса обеспечили Александру прочный тыл на западе и свободу действий на востоке. Борьба населения Средней Азии против македонского завоевания Походы Александра дают ясное представление о процессе образования характерных для востока огромных держав. Завоеватели прежде всего стремились овладеть военными и торговыми путями и главными центрами страны. Рассеянное на огромной территории эксплуатируемое население, лишь слабо связанное с этими центрами, не оказало серьезного сопротивления. Но в Восточном Иране и Средней Азии, странах, населенных еще преимущественно свободными общинниками, где сохранились сильные пережитки военной демократии, обстановка оказалась иной. Здесь македонским войскам пришлось столкнуться со значительными трудностями и затратить на покорение среднеазиатских областей почти три года. Все эти три года были заполнены упорной борьбой с местным населением. Воинственные горные племена и племена пустыни в ожесточенной борьбе отстаивали свою независимость, снова и снова поднимая восстания. Стоило главным силам македонян уйти из покоренной области, как отряды местных жителей нападали на небольшие македонские гарнизоны, истребляли их, нарушали коммуникации. Зимой 330-го, 29-го года до нашей эры, Александр, преследуя беса, вступил в Бактрию и через Гендукуш спустился в долину Окса, Амудари. Бес, опустошив страну, отступил за реку, но ни местное население, ни другие вожди его не поддержали. Птолемей, посланный вперед с небольшим отрядом, окружил деревню, где находился бес, и без труда его захватил. Македонские войска продвинулись дальше в плодородную долину Яксарта, Сырдари. На берегу этой реки был основан город Александрия, Эсхата. Это был опорный пункт Сагдиане. Главными мотивами основания новых или расширения прежних поселений были собрания стратегического и социального характера. Это были военные колонии, опорные пункты, в которых оседали войны. Это были воины старших возрастов, инвалиды, наемники, а также селились местные жители. Население здесь было смешанным – греки, македоняне, иранцы. Завоевание Средней Азии, однако, далеко еще не было закончено. Для его завершения необходимо было не только захватить города, то есть укрепленные пункты, но и подавить упорное сопротивление местного населения. В 329 году до н.э. сильное сопротивление македоняне встретили в районе Курешаты. Несколько позже в том же году сагдийцы Исаки истребили 2000-й македонский отряд. Против завоевателей выступили также кочевые племена Средней Азии – дахи, массагеты. Поход Александра затронул и те области Средней Азии, которые остались за пределами его державы. Зимой 329-28 года до н.э., когда Александр жил в Бактрах, к нему явились послы от царя скифов. Скифами Элина называли самые различные северные народы, в том числе и саков. Уже во время пребывания в Бактрии и Сагдиане у Александра возникла мысль о новом большом завоевательном походе и покорении Индии, славившейся своими несметными богатствами. Условия, в которых совершался поход, состав армии, стратегические и тактические приемы – все было иным по сравнению с завоеванием Малой Азии и даже Ирана. Успехи завоевания влекли за собой расширение материальной базы предприятия и прилив новых сил. Есть все основания рассматривать поход в Индию как новый этап грандиозного движения на восток. Весной 327 года до н.э. Александр выступил из Бактрии и направился в Индию. С самого начала этого похода македонские войска встретились с упорным сопротивлением племен, обитавших на территории современного Афганистана. Для достижения успеха Александр пользовался любыми средствами – коварным нарушением данного слова, хитростью, угрозами, беспощадными расправами. Местное население при приближении завоевателей часто бежало в горы. В Индии македонянам пришлось иметь дело с многочисленным, но разрозненным противником. Это были свободные племена, сохранявшие еще во многом формы первобытно-общинного строя, или же небольшие царства. Через город Таксилу македоняне двинулись к притоку Инда, реке Гидаспу. Там их уже поджидал царь Пор с многочисленными всадниками и слонами. В происшедшем у Гидаспа кровопролитном сражении войска Пора потерпели полное поражение. Однако Александр оставил Пору его царства, рассчитывая в дальнейшем на его поддержку. В память победы на обоих берегах Гидаспа были основаны два города – Никея и Букефалия. После этого македонские войска двинулись далее к югу и приблизились к реке Гефасису. Македонское вторжение приносило разорение, рабство и смерть местному населению, стремившемуся отстоять свою независимость. При взятии города Сангалы множество жителей погибло, другие были захвачены в плен, город срыт до основания. В намерение Александра входило продвинуться за Гефасис, однако этому помешало все усиливавшееся недовольство войска. Воинам приходилось продвигаться в трудных условиях, по нездоровой местности, преодолевая сопротивление противника, использовавшего новый для македонян вид оружия – боевых слонов. Армия была сильно утомлена длительными маршами и беспрерывными боями. В ней появились грозные признаки неповиновения. Александр созвал совещание военачальников, однако на этот раз и ближайшие его помощники стояли за возвращением. Тогда Александр объявил, что жертвы для продолжения похода неугодны богам и отдал приказ об отступлении. Из завоеванных в Индии земель были образованы две сатрапии. Отступление происходило по иному маршруту и фактически превратилось в новый большой поход. Вернувшись к Гедаспу, Александр решил со значительной частью армии плыть вниз по реке. Остальные его войска должны были идти берегом. Сильное сопротивление оказали им племена, сжившие у слияния Акесина и Гедаспа. Наконец войско прибыло в город Палату, расположенный в дельте Инда. Отсюда флот во главе с Неархом должен был отправиться океаном в Персидский залив, к устью Ефрата. Другого же своего полководца, кратера, с частью армии Александр отправил через Арахосию и Дрангьяну. Сам же с остальным войском направился через Гедросию и Карманию в Персиду и Сузиану. Эта часть похода оказалась наиболее трудной. Армия очутилась в безводной пустыне. Страдая от страшного зноя, жажды и голода, утопая в горячем песке, войско медленно продвигалось, теряя людей, коней и вьючных животных. Македоняне были вынуждены бросать больных и отставших, так как не хватало повозок и скота для их перевозки. Когда войско наконец добралось до главного пункта Гедросии, Пуры, оно получило возможность отдохнуть. В Кармании Александр встретил кратера с остальной частью армии. К берегам Кармании пристал также флот Неарха. О нем долго не было никаких известий, и македоняне думали, что их корабли погибли. После встречи Неарха с Александром флот продолжал свое плавание и прибыл к устьям Тигра и Ефрата. Александр поручил Гефестиону вести главные силы с обозами и слонами морским берегом в Персиду, а сам с легковооруженной пехотой, гетерами и частью стрелков отправился более спешно в Пасаргады, а оттуда в Персиполь и Сузы. На этом был закончен длившийся почти 10 лет восточный поход. Битва при Гавгамеллах. Завоевание Междуречия и Восточного Ирана. Завоевание Междуречия и Восточного Ирана.